здрасте сижу в гримюрке областной филармонии города калуги готовлюсь к выступлению сам губернатор калужской области пригласил меня сегодня выступить на большом концерте ни одной свободной минутки нет вот сейчас это просто фантастика то что я смог выйти в перископ только зайдешь присядешь уже стучаться в гримюрку что-нибудь там какая-нибудь газета потом телевидение или какие-то там поклонники чтобы сфотографироваться я буду петь монолог цветаевой то что пел на голосе но только под фортепиано потому что их оркестр это не выучил это это только под силу оркестру фонограф сергея сергеевичем который может за неделю да да какой там за неделю на несколько часов может подготовить произведение которое раньше в глаза не видели всем большое спасибо за поздравление но естественно большое спасибо за поддержку которая была лайф была в прямом эфире когда вы всем посылали эсэмэски это очень приятно с таким отрывом мы победили такого отрыва не было на всю историю голоса голоса скоро прозвенит первый звонок и меня позовут на сцену нахожусь в городе калуги калуга это областной центр калужской области работа с лепсом все было замечательно мне все очень понравилось мы с ним сроднились у нас с ним одинаковые как-то души не не то что одинаковые близкие по вижу созвучие хотя мы по образу разные но вот что то у нас есть одинаковое тут я видел вопрос что я буду делать сертификатом от для редут на 100 тысяч возможно я его кому-нибудь отдам потому что платья мне не нужны там если из мужской одежды тоже как бы все это такая светская одежда естественно я в этом не хожу никогда ну там ботиночки можно купить конечно не за 100 тысяч там таких и нет вот а еще мне подарили поездку во францию на двоих для влюбленных вот это будет я не знаю когда я поеду и с кем возможно возможно не с девушкой а с каким-нибудь другим монахом просто есть такие у меня друзья которые хорошо знают париж не раз там бывали монашистующий причем да один дьякон вот он мне уже предложил на своей машине поехать там у него друзей много не влюбляться конечно не очень не очень хорошо монаху это опасно ну я конечно не спорю что Алла Борисовна замечательная певица и естественно я не старался перепеть ее я спел по своему не обязательно сравнивать ее произведение и мое а Алла Борисовна меня кстати поздравила после голоса она была там на съемках и Юрий Аксюта меня представил ей и она меня поздравила с победой как Новый год праздную у нас в ноль часов начинается божественная литургия и в монастыре все присутствуют на этой службе а потом бывает праздничный обед где-то в три ночи да, жену нельзя чем я питаюсь в пост ну в этот пост разрешается рыба вот так питаюсь я кушаю все все что все что можно ну естественно пост вот вот в Ташкенте если это люди из Ташкента то привет вам я надеюсь еще когда-нибудь побываю в этом городе прекрасном и в Самарканде может Господь подобит да, грустновато что голос закончился ну жизнь продолжается жизнь только начинается самая такая суетная вообще я устаю от всех этих бесконечных интервью мне звонят и по скайпу и так по телефону или приглашают куда-нибудь на радио личную встречу тоже уже все ответы выучил наизусть спрашиваю в основном одно и то же ну хорошая практика для того чтобы развивать свою речь первые интервью говорил очень плохо подбирал слова пытался формулировать на ходу это было так неказисто довольно монахам нельзя жениться они уже выбрали другой путь вот вот курсы по вокалу хорошая идея в принципе у меня такой квалификации нету можно было бы сделать допустим уроки давать уроки сольфеджио не только пение я боюсь сейчас мне надо уже убегать гастрольный тур будет где-то весной все я убегаю все я убегаю